Теперь следует сформулировать основные цели адаптации персонала. Первое. Уменьшение стартовых издержек. Так как пока новый работник плохо знает свое рабочее место, он работает менее эффективно и требует дополнительных затрат. Второе. Уменьшение количества возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей и достижения необходимой эффективности в минимальные сроки. Третье. Снижение озабоченности и неопределенности, тревожности у новых работников. Четвертое. Сокращение текучести рабочей силы, снижение количества сотрудников, не прошедших испытательный срок и покинувших компанию в течение первого года работы. Ведь совершенно очевидно, что если новички чувствуют себя неуютно на новой работе и чувствуют себя ненужными, то они могут отреагировать на это увольнением. Кстати, испытательный срок по российскому законодательству не может превышать, исключая некоторые руководящие должности, трех месяцев. Пятое. Это экономия времени руководителя и сотрудников, так как проводимая по программе работа помогает экономить время каждого из них. Шестое. Развитие позитивного отношения к работе, усиление удовлетворенности работы и, как следствие, повышение лояльности персонала компании. Оказывается, что по результатам исследований только к концу испытательного срока человек начинает работать продуктивно и то всего лишь на 70% своих возможностей. Адаптация происходила бы легче для новичка, если бы коллеги объясняли основные моменты в работе, проявляли понимание, тренировали и постепенно включали бы в самостоятельную работу. Ошибок в его работе становилось бы меньше, а удовлетворенности собой и работой все больше и больше. Поэтому конечный результат, цель процесса адаптации, во-первых, удержание сотрудника и, во-вторых, повышение производительности его труда. Мы понимаем с вами, что хорошо адаптированный человек обладает достаточно гибким набором точных правил, позволяющим соотносить их с ситуацией, а главное интерпретировать и оценивать имеющуюся степень риска. Именно поэтому успешный человек – это адаптированный человек. В связи с этим можно сформулировать яркий и точный ответ на вопрос, какова истинная цель адаптации персонала. Так вот, истинная цель адаптации – помочь сотруднику стать успешным. Давайте теперь вернемся к ключевым вопросам. Итак, третий вопрос. Что? Что поможет адаптировать? Какой чемодан инструментов стоит собрать? Какие инструменты положить в этот чемодан и взять с собой в дорогу? Кроме того, надо подумать о скорости отдачи инструментов адаптации в конкретных условиях. И главное, о том, какой из них использовать. И когда, и как. Ведь какую отвертку, какой гаечный ключ, какой инструмент следует взять, чтобы починить автомобиль – это знает каждый автомеханик. Так и кадровик. Механик адаптации персонала должен быть знаком с инструментами адаптации не понаслышке и уметь применять эти разные инструменты, если хотите, отмычки для достижения целей компании. Инструментов адаптации сегодня существует великое множество, лишь одно только их перечисление подтверждает этот тезис. Смотрите, например, предварительное посещение рабочего места, знакомство с ним. Экскурсионная прогулка по компании, велкам-тренинги, представление и знакомство с коллегами по подразделению, вручение памятники новичка, знакомство с регламентами деятельности, тренинг введения в должность, наличие справочника, работника и знакомства с ним. Своевременная и заблаговременная подготовка рабочего места, вводный экструктаж, вводное обучение, приобщение новичка к участию в корпоративных мероприятиях, ознакомление с кодексом этических норм и корпоративных стандартов компании, промежуточная оценка испытательного срока, создание активно действующего корпоративного портала в интернете, использование блогов, твиттер, фейсбук и так далее. Главное это то, что основным способом адаптации является принятие норм и ценностей новой социальной среды, то есть группы, коллективы, организации, в которые входит индивид. Сложився здесь форм социального взаимодействия, то есть формальных и неформальных связей, стиля руководства и так далее. И, наконец, формы способов предметной деятельности, то есть способов профессионального выполнения работы.